До сих пор вся страна обсуждает нашумевшую историю, которая произошла в Ульяновске. Несовершеннолетняя Диана Шурыгина была изнасилована на вечеринке. Парня приговорили к 8 годам лишения свободы. Позже срок сократили до 3 лет. Ей 16, ему 20. Он утверждал, что все произошло по согласию. Теперь в Ульяновске люди выходят на митинги, чтобы поддержать осужденного. До сих пор в этой истории очень много вопросов. Но есть ли место подобному в Междуреченске? Почему подростки стараются так взрослеть рано? Что ими руководит? Инстинкты, любовь? И все ли знают об ответственности? Что в этом случае говорит закон? Сегодня у нас в студии Зинаида Александровна Кузнецова, старший помощник прокурора. Здравствуйте, Зинаида Александровна. Здравствуйте, Анна. Действительно, раннее вступление детей и подростков в половую жизнь становится неразрешимой проблемой? Ну да, действительно. У нас за последние три года возросло количество преступлений, таких как раннее половое сношение лицами, достигшими совершеннолетнего возраста, с несовершеннолетними девочками. В прошлом году было направлено в суд пять таких уголовных дел, по всем делам вынесены обвинительные приговоры. Ну, действительно, это проблема, потому что, к сожалению, взрослые и молодые люди при расследовании таких дел не всегда понимают ответственности. То есть ограничиваются тем, что у нас же все по обоюдному согласию. То есть все привыкли и знают о том, что есть изнасилование, есть ответственность. В связи с тем, что взрослые и совершеннолетние лица вступают с несовершеннолетними, за это предусмотрена уголовная ответственность. Причем данная категория преступлений является к средней тяжести, относится к наказанию до четырех лет лишения свободы. Судя по тому, что такие случаи имеют место быть, неужели вот честь, как понятие, как ценности в нашем обществе, это просто формальность? Ну, просто вот слово и все. Беседую с девочками несовершеннолетними, всегда тоже не понимают девочки о том, что, ну, кто-то это говорит у нас любовь, ухаживал, кто-то говорит о том, что хотелось попробовать, ни к чему не принуждал. Были случаи, когда девочки где-то в компаниях выпивали посредством того, что вот употребляли алкоголь, вступали половые связи. Но заканчивается, к сожалению, в большинстве случаев плачевно. Информация нам поступает из медицинских учреждений, когда уже девочки приходят на учет, и диагноз беременность. В этих случаях даже вот, даже тогда парни взрослые, которые совершили данное преступление, отчет своим действиям не отдают. У меня был случай, когда беседовала со взрослым молодым человеком, 20-летним, и говорю, ну вот сейчас вот девушка ваша беременная, вы понимаете, готовы нести ответственность-то дальше, вступить в брак, за ребенка как-то отвечать. Он говорит, ну когда вот она родит, я буду уверен, что это мой ребенок. Ну тогда, наверное, мы с ней поженимся, я усыновлю ребенка. Был, к сожалению, случай, который не остановил молодого человека. Он совершил преступление такое, был осужден к одному году ограничения свободы. Но, тем не менее, вновь совершил преступление, он в места лишения свободы не направлялся. Первое преступление он совершил с 15-летней девочкой, вступил в интимные и близкие отношения. Второе преступление спустя полгода совершил с 14-летней девочкой. После второго преступления, конечно, ему уже была избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, и он отбывает наказание. Понятно, страдает психика, да, но еще хуже, что после всего наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание, которое может получить человек. По преступлениям, которые совершены были в нашем городе, все дела были направлены по части 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, где, вот как я говорил, наказание до 4-х лет лишения свободы. Но данный состав, он разделен там на несколько категорий. И самое даже суровое наказание, то есть в отношении нескольких лет совершается данное преступление, там наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. То есть аналогично, как по наказанию, по санкции с изнасилованием. Что касается случаев, которые происходят в нашем городе, происходили, да, вот по статистике, это говорит о том, что у нас отсутствует полностью культура половых отношений. Конечно, проводятся профилактические мероприятия, и вот мы всегда говорим раннее выявление, и в образовательных учреждениях мы проводим лекции правоохранительные органы, и непосредственно учебные заведения. Говорить о полном отсутствии, да, ну, сказать, что 5 преступлений в год – это очень много, но, наверное, все равно для нашего города, с учетом того, что преступления растут, это уже настораживает, поскольку молодые люди чувствуют свою безнаказанность. И мы всегда говорим, незнание закона, оно не освобождает об ответственности. Касательно того, из каких семей эти девочки, из каких семей эти парни? Сказать, что совсем неблагополучные, ну, вот два случая, да, девочки были из неблагополучных семей, когда мама злоупотребляла алкогольными напитками. Один случай, когда одну девочку воспитывает папа, один. Девочка одна у нас настолько вот влюблена была в своего, скажем так, молодого человека, который впоследствии оказался подсудимым, то есть от большой любви она уже готова была к нему перейти, жить, но сам взрослый человек неоднократно судимый. Знать он должен уже от корки до корки, уголовный кодекс, но, к сожалению, по этой статье он считал, что, ну, обоюдное же согласие, все хорошо. Касаясь вот еще наказания, статья судья 4 имеет примечание, где указано, что судом может быть человек освобожден от наказания в случае вступления в брак. Но вот на нашей практике, в нашем суде по данному примечанию никого не освобождали. То есть, как правило, лица у нас потом в брак не вступают с девочками. В итоге и семьи не получилось, и психика покалечена. Какой совет можно дать родителям, как уберечь, как наставить, когда вокруг столько соблазнов? Нужно находить доверительное отношение с ребенком. И даже если случилось такое, иногда дети, и такие случаи бывают, боятся раскрыться маме. То есть об этом узнают ее подруги, от подруг узнают родители и так далее. Сама девочка боится. И вот мы всегда говорим, уважаемые родители, ну найдите подход своему ребенку. Ну не все потеряно в жизни, но и это пройдет. Поскольку это такая тема щепетильная. Родители боятся за последствия, боятся, что об этом узнают образовательные учреждения, узнают соседи. Но, наверное, дороже всего это здоровье ребенка и психика ребенка. Потому что, как показывает практика, девочки после таких событий склонны к суицидальным поступкам. Поскольку молодые люди потом расстаются с девочками. Родителям хотелось бы еще обратить внимание, не надо ничего бояться. Разговаривайте. Если это произошло, и ребенок вам не сознается, ну обратитесь за помощью к психологам. Больше доверительных отношений, больше разговоров, да. И больше, наверное, просвещать, наставлять на то, что есть в жизни более прекрасные какие-то моменты в юном возрасте. Это спорт, это образование. Мы говорим о том, что семейные ценности и культура половых отношений должна прививаться в первую очередь в семье. И девочка должна видеть, что как прекрасно, когда ты становишься матерью, но уже в осознанном возрасте. И когда ты, не дай бог, прерываешь беременность, и в итоге просто лишаешь себя материнства. Конечно, это все должно из семьи исходить. Наверное, ни одна подруга, ни знакомая, ни соседка. Это должно быть примером, во-первых, в семье. То есть ребенок должен видеть о том, что как его любят, как о нем заводятся. Часто девочкам на комиссии по делам несовершеннолетних задают вопросы. Ты в будущем хочешь иметь детей? Ты вот подумай, ты остановись вовремя. Потому что сейчас твои такие интересы могут закончиться плачевно тем, что в будущем, когда тебе исполнится 30 лет, ты не сможешь просто почувствовать ту радость материнства. Молодые люди, к сожалению, взрослые об этом тоже не задумываются. 14 лет – это возраст, когда опасность непосредственно для самого подростка. И был, к сожалению, случай, когда девочка длительный период скрывала свою беременность. Как впоследствии выяснилось, она вступала в половые отношения со взрослым человеком. Но уже на 20-й неделе беременности ей было очень плохо. Ее направили по медицинским показаниям в город Новокузнецк. То есть там была сложнейшая операция. Вот, наверное, молодые люди, когда получая свое удовольствие, не думают о таких последствиях. То есть подросток находился на грани между жизнью и смертью. Ну, вот здесь я просто еще повторяюсь. Взрослые, молодые люди должны понимать, что достигших 18-летнего возраста и зная о том, что встречаешься с несовершеннолетней девочкой, все равно же это не такое молниеносное знакомство, которое вот заканчивается близкими отношениями. Зная, что несовершеннолетний, ну и зная, что ты за это понесешь ответственность. Семья должна быть примером серьезного отношения к отцовству и материнству. Поговорите со своими детьми об очень простых, но ценных понятиях – целомудрия, невинности, чести и любви. Это была программа «Так говорит закон». Продолжение следует...